Продолжение следует... 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 Я не боюсь слово сказать «нацисты», потому что националисты националистами, а нацисты все-таки погрубее и поправильнее. Все русское, которое сейчас есть, русское, для них как красная тряпка для быка, и это нормально для них. Конечно. И удивляет, ну как на Россию так можно, ну не знаю. Скажите, а вот вы сюда в Россию сейчас переходите, что вы будете делать дальше, куда пойдете? Ну, во-первых, здесь российские граждане немножко не понимают ситуацию происходящего на Украине. А мы все-таки надеемся на Россию. Ну, такая надежда есть, без нее никак. И жена моя, и знакомые мои. А здесь, что здесь моя надежда найти работу? Я вообще-то пенсию, если бы в России получал бы уже два года. Ну, то есть, немножко немощи посещают. Надежда какая, у вас есть работа, которую может предоставить, и во всяком случае я могу помочь и детям, и себе. То есть, вы планируете остаться тогда здесь, да? В Россию, да, конечно. Конечно, в России. Да сколько можно, да. Я устал просто от этой Украины уже, честно сказать, устал. От этой всей Галиберды. О, это уже не пришло. Пожалуйста. Александр Прокопьевич. Писарев Александр Прокопьевич. Это что? Это документ, который вам что позволяет? Вот этот документ позволяет мне жить в Украине. То есть, это бессрочная последка на посты и на проживание. То есть, бессрочный вид на жительство. И чтобы, как планировать его, надо принять гражданство Украины. Но дело так в том, что, чтобы принять гражданство Украины, как это не глушно, надо отказаться от гражданства Российской Федерации. Может быть, все эти 16 лет меня это я остановил. А паспорт у вас какой, покажу. Паспорт у меня... Вот такой. Я не то чтобы горжусь этим паспортом, но он мне нравился. Поэтому вы оказались в такой ситуации, что получили вид на жительство, да, но сохранили свой советский паспорт, и там есть... Ну, конечно, это в двух случаях пересечения, значит, через Харьков границу. Это сыграло роль того, чтобы меня сняли с польза. А здесь, ну, просто... Скажите, а вы когда до этого, когда-нибудь в Россию пересекали границу за последнюю границу? Нет, не пересекал. С 99-го года, как я уже жил на постоянном месте жительстве здесь, у меня семья здесь. И я не пересекал границу. Ну, такой надо мне, если-то и не было, да и некогда, да и не за что. В моментах. А сейчас возникшая ситуация в Украине, она способствовала тому, что уже хотелось бы на родину и закончить свою жизнь в России. Ну, все, спасибо. Да и родители мои здесь показали. А еще раз, будьте добры, покажите. Вы снимаете, секундочку, не снимайте. У меня остались там два старших сына и жена. И не поспособствуют это на ущемление. Ну, не навредите ли вы им, да? Не навредите ли ли им, поэтому... Ну, я беспокоюсь. Я понимаю. Потому что от этих нацистов ожидать можно все, что угодно. Если они расстреливают женщин, которые кормили ополченцев в Славянске, то ничего удивительного не будет, если там, где я сейчас живу, есть нацгвардия. И мне бы не хотелось бы... Чтобы... И паспорт одежды советских. Паспорт одежды советских. Поэтому хотелось бы... Не за себя беспокоится. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, проверка документов была, паспортов было. И остановили меня с этим паспортом. У меня как бы просроченная фотография, ну как не вклеенная. На зарплату не дают, и мне за что было вклеить. Потому что там штраф платить надо было. Работы нет. Ну, пришлось здесь, на пропускном пункте, заплатить деньги. А заплатили деньги каким образом? Как взятку или штраф? Ну, чтобы пропустили. А это кто? Они предложили заплатить деньги? Да. И так выгибли вот так вчера. Ну, сказали, деньги у вас есть какие-нибудь? Нет. Ну, были копейки. Ну, там копейки, это 100 гривней. И пришлось отдать. И все. Ну, и пропустили. Хотя это для меня не удивительно. Если пропустили, то пропустили. Если нет, значит нет. А Украина у нас любит это. Но вы в Россию едете, что будете делать? Работать хочу. Хотите здесь остаться? Да, я хочу здесь остаться, потому что у нас работы нет. В нашем городе. Вы откуда? В Розугрессу. У нас работы нет. А если нет, сейчас зарплату все платят, и предприятия все закрываются. Хорошо. Постойте, смотрите здесь. Спасибо. Покажите, вы там Украина, да? Да, вот они у вас, просто. Ну, судя, папку, папку. Ну, а шута, дрожа. Не, выставьте просто. Это получается взятку вам пришлось давать? Да. То есть сколько денег у вас было за столько и отдали? Столько и отдали, да. Потому что я две недели собиралась, чтобы сюда уехать. Честное слово. А что, почему вы так вот решили сюда уехать? Вот почему вы тогда, вот две недели не собирались? Почему вот именно не собирались? Потому что терпили. У нас же стреляют и бомбежки. А рядом город Шахтерск, ну, от нашего Зугресса это 15-20 минут езды. И рядом, когда стреляют, бомбят, вот сегодня утром и в обед, самолет пролетел и скинули там три бомбы фосфорные. А почему вы думаете, что это именно фосфорные бомбы? Потому что люди, которые были в подвале, ну, видели как-то там или подсмотрели, я не знаю даже. Ну, определили, что это фосфорные бомбы. Страшно, бомбят. Ну, издалека где-то. Вот у нас где-то Зугресс 2 еще есть. У нас это ставили. Ну, это под Амрусию, где-то. Амрусию, Кайловайск стреляли градом. Это у меня племянница рассказывала. Она видела. Спасибо. Проходите, проходите, проходите. Руку на окошко туда. И, ты свободен? И, ты свободен? И, ты свободен. И, ты свободен. Не мешает? Не мешает, не мешает, не мешает, не мешает. Не мешает.